Здравствуйте, дорогие зрители! Многие из вас думают, что художественный талант это недостижимо, удел немногих. Заблуждение, конечно, потому что художественные способности можно и, главное, нужно развивать. Наша гостья Наталья Александровна Шиллер много лет занимается лоскутным шитьем, и очень хочется, чтобы этот пример для вас стал заразительным. Наталья Александровна, а вот расскажите, как началось увлечение лоскутным шитьем для вас? Ну, начнем с того, что это было совсем не так давно. Ну, 7 лет это срок уже. 7 лет это срок, но по сравнению с жизнью. Ну, конечно. Дело все в том, что я... так случилось, что я работала в Чернобыле. Да что вы. И там мне совершенно случайно в руки попался журнал «Америка», в котором там была статья про Бродского. И я, ну, как не перелистать журнал «Америка»? И я его дористала до конца. И в конце вдруг на развороте увидела такую милую старушку, Мейбл Мерфи, в 82-х лет, которая вся, вообще, с ног до головы была в печворке. Я знакома с этой женщиной, ну, не лично, а тоже по публикациям. По публикациям, да. И рядом с ней сидел муж ее, мэр города Фултона. И хоть я технарь, я приехала домой, я попыталась что-то такое там изобразить на миллиметровке, но поняла, что я могу такое сделать только путем сшивания кусочков. А вот как это делается? Ноу-хау от того, что вот касается печерка, я не поняла. Тогда еще это было не очень популярно в России, это сейчас у нас открываются клубы, сейчас мы все любим, сейчас мы все хотим, читаем журналы, и все. Вот. А тогда вот, и неожиданно, одна моя приятельница оказалась, что она уже сшила одеяло. Тоже как-то интуитивно, да, не зная технологии, просто сама по себе, да? Да, я-то что-то прочитала, кто-то рассказал. Ну, мне было достаточно 40 минут посидеть около ее машинки, чтобы я влюбилась в это дело на всю жизнь. И вот это продолжается. Вот. Хотя я должна сказать, что сперва меня, конечно, такая тянула гигантомания, потому что я сшила работы 2,5-3 метра. Это же очень физически тяжело. Это такой труд. Ужасно. А может себе представить в современной квартире собрать эту вещь, да? Это просто очень трудная штука. Знаете, меня не удивляет. Дело в том, что будучи в Иваново, у потрясающего лоскутного мастера, художника Ирины Коротковой, у нее маленькая 11-метровая кухонька, где она собирает роскошную выставочную вещь большого размера. Это нужно просто понять, насколько надо любить текстиль, любить эти маленькие кусочки ткани, чтобы, несмотря на сложности с материалами, на неудобства в работе, мы, конечно, позавидовали немецким мастерам, у которых в мастерской было специально вот их личное пространство, рабочее место, с уникальным местом для квилта, да, для того, чтобы можно было это на специальной машиночке все делать. Татьяна Александровна, а вам Ира не рассказывала, что когда она приступает к работе, ее муж спрашивает, мне пора уходить из дома? Да, то есть нужно, но иногда... Чуть-чуть потесниться, да. Собственный супруг, мы будем говорить о взаимоотношениях людей в семье, где один из членов одержим творчеством, а другой, а вот другой иногда становится активным помощником. И у той же Ирины, когда ей предстояло сделать авторскую большую выставку, муж резал квадратики, помогал все это скалывать, ремонтировал, смазывал машинку. То есть взаимопомощь членов семьи, она для творческого человека. Любой специальности очень важна. Я думаю, что близкие должны быть очень внимательны к людям, которые одержимы, одержимы радостью творчества. А последняя работа, она просто идет от мужа и жены вместе. Конечно. Это работа семьи Коротковых. Потому что иногда на выставках первое благодарное слово, который, ну, автор, да, представляя выставку, на вернисаже он обязательно обращается к близким, которые его поддержали. Как на больших кинофестивалях, да, выходит звезда и говорит спасибо маме, папе и членам семьи, да. А вот, Наталья Александровна, скажите, с чего начинается работа? Меня интересует вот источник вдохновения. Для кого-то это музыка, для кого-то литература, пейзажи. Вот что является таким подстегивающим для вас? Ну, понимаете, я ведь совершенно по образованию никакого отношения не имею ни к лоскутному шисью. Я не умею рисовать и не умею шись. По образованию я химик университетский, да, у меня за плечами все, что хотите, включая... Это химия, это красители, это краски, это, в общем-то, очень близко. Это только в начале, потому что на самом деле это не совсем так. Вот, но я хочу сказать, что зато химия дает в руки то, что совершенно неоценимо. Это, во-первых, способность общаться с информацией. А во-вторых, и это очень важно, это, в принципе, любовь к технологии, к рационализации. Вот это то, что мне дал университет, и то, что мне необыкновенно важно. Вот позднее, когда мы будем, наверное, говорить про бусы, А если хотите, я сейчас об этом скажу. Немножко попозже о украшениях, да. Делать даже не в украшениях, а просто в том, что именно вот такой вот университетский, технический подход позволяет иногда выйти на совершенно другие какие-то техники. Я думаю, что это даже не химия, а базовое образование, интеллект. Потому что человек может в достаточно преклонном возрасте начать заниматься чем угодно. Рисовать картины, выжигать там по дереву. Но вот он читал книги, он слушал музыку. Он, может быть, всю свою жизнь копил информацию для того, чтобы потом выпреснуть ее. Для того, чтобы выпреснуть ее. Да, вот в данном случае в текстиле. Я хочу привести несколько замечательных примеров. Дело в том, что человек всегда ищет, где он может максимально себя проявить. Например, Петр Ильич Чайковский, он был... Вот мы сейчас видим такую заставочку. Наталья Александровна, здесь музыка, можно сказать, Чайковского, да? Вот расскажите несколько слов о этой работе. Работа... У них названия есть какие-то, да? Да, у этой работы есть. Она называется «Старинное кружево». И вот если бы можно было говорить об интеллектуальной собственности, я бы сказала, что это моя собственная выдумка, моя собственная разработка. Кстати, сказать, вот это нельзя показать, а это вот кусочек этой работы. Извините. Замечательная работа. А следующего... Давайте мы еще одну работу Наталья Александровна посмотрим. Но здесь просто поэзия. Здесь сразу чувствуются камушки, галька под ногами, воздух какой-то потрясающий, раскаленный. Как называется работа? Спасибо, спасибо, что вы, Татьяна Александровна, это ощутили, потому что эта работа называется «Коктебель» сто лет назад. Это есть в Крыму такое местечко, которое я всю жизнь бесконечно любила. Как я люблю Волошина. Да. Вот. Кстати сказать, это было очень смешно, потому что вот потом, когда я буду рассказывать о Канаде, это очень работа нравилась в Канаде, как слайд. Вот. И хозяин дома, в котором мы жили, он сказал... Хочу иметь такую работу, да? Нет, а что такое «Коктебель»? Я говорю, ну как же. «Коктебель» это такое местечко в Крыму. А что такое Крым? А Крым это полуостров на Черном море. А что же такое «Коктебель»? Я говорю, ну там же жил Волошина. Я стала читать и Волошина, хотя мы не понимали, он не знал русского, я не знала английского, да? Вот. Ну, он почувствовал через работу дух, да? Ну, он почувствовал через работу, да, вот так вот. И должна сказать, что тряпочки для этой работы, скажем такое слово «тряпочки», я собирала в течение года. Практически рубашки мужей всех моих подруг здесь присутствуют. То есть технологически, в общем-то, несложный элемент, он называется «крэзи», когда мы просто лоскутиками заполняем поверхность, стачивая их по кругу. Да. А вот собрать палитру, собрать вот это многоцветие достаточно сложно. Здесь, одну секундочку, здесь не совсем так. Здесь есть ещё один очень важный приём, потому что если внимательно приглядеться, то вы увидите, что как бы вот эти камушки лежат в индивидуальных коробочках. Ах, вот как. Это вот такая вот, у меня такая есть выдумка. И тот, кто смотрит сайт ассоциации, то в правом углу он увидит мелькание вот этих вот квадратиков, исчезающих и снова собирающихся в палитру. Это как раз вот это моё дело. Хорошо. Наталья Александровна, а эта работа как называется? А эту работу, она как бы аналогична первой работе, которая старинная кружева. Кружево, да. Но я специально сделала его как бы разъятым на квадраты для того, чтобы показать технологию, для того, чтобы показать, как я это делаю. Что это всё-таки трудоёмкая работа, модульная сборка из квадратов. Потому что девочки вот из Новосибирска прислали мне письмо, когда увидели эти работы, и написали, Наталья Александровна, вы знаете, всем клубом весь вечер пытались разгазать, как вы это шьёте. Блог, покажите блог, да? Так ничего не поняли, так и разошлись. Ясно. Вот это мои новосибирские подруги. Вы знаете, настолько тёплые, настолько они душевные, здесь чувствуется природа. И вот просто ищите аналог в природе, чтобы сделать красиво, говорят японцы, но я думаю, что русский мастер, он просто доказал это правило. Потому что здесь просто, ну, я не знаю, жара, солнце, да? Да, это летняя работа, конечно. А как она называется? Да вы знаете, как-то она вот, это называется очень смешно. Она называется «Лето в Иллинойсе». И причём это так забавно, потому что, с одной стороны, Иллинойсом мой покойный муж называл нашу деревню Ильину, и все жители деревни Ильину тоже стали называть её и в результате Иллинойсом. Ну, ясно. Вот. Но поскольку треугольная техника, она относится к Соединённым Штатам в основном, всё-таки треугольники, то... Как мы дальше называем ещё фазендой, да? Да, да, приблизительно так. Поэтому вот получилось «Лето в Иллинойсе». Замечательно. Вот такая, в общем-то, несложная работа, полоски, да? Это несложная. А как называется? Это называется «Гостевой одеяло всего-навсего». Интересно оно тем, что, вот мне во всяком случае, что у меня попался в руки кусочек, вот если увидеть вот эти вот бежевые вставочки, то это пять элементов одного и того же тона, они были все собраны в каком-то своём порядке. И я всё это разрезала и сшила так, чтобы они вдруг образовали свой собственный внутренний узор. И вот если посмотреть внимательно, то на самом деле очень интересно смотрятся вот эти синенькие глазки. Видите, такие бирюзовые, которые на самом деле очень всё это украшают. Оно очень интересно. Современная архитектура, это современный город, и с одной стороны мы хотим связаться с природой, а с другой стороны, в общем-то, городское настроение иногда в нас и просыпается. И вот мы всё-таки заговорили о музыке. В каждой работе Натальи Александровны и любого лоскутного мастера звучит какая-то мелодия. Иногда, вот, допустим, Лилиана Александровна Савцова тоже нам демонстрировала свои работы. Ну, просто Шуберт, да? Да, совершенно верно. В движении Мельникова жизнь ведёт в движении. Где-то орган, там, где работа называлась «Атлантида». Она, кстати, очень талантливый человек. Конечно. И самое интересное, что, глядя на эти работы, не поверишь, что наш лоскутный мастер работает всего 7 лет. И вот этого времени было достаточно, чтобы стать асом в лоскутном шитье и демонстрировать свои умения на мастер-классах в России. И сейчас наша гостья расскажет о поездке в Канаду, которую организовала Ассоциация мастеров лоскутного шитья России. Это удивительные люди, которые не только дают возможность в нашей стране познакомиться с работами лоскутных мастеров. Очень красивая выставка была в Центре преодоления. Это музей Островского в Москве. Где новички, приходя, вот точно так же, как Наталья Александровна листала когда-то журнал, увидела женщину, да, в прекрасной одежде из элемента лоскутного шитья и сама вдохновилась. И вот эти выставки, которые проводит Ассоциация мастеров лоскутного шитья, они тоже являются таким толчком, да? Да, здесь как бы сливаются два потока. С одной стороны, чудесные мгновения. Естественно, журнал, который объявляет конкурсы. А конкурс всегда провоцирует на какое-то размышление, и всегда оно индивидуальное. А с другой стороны, Ассоциация, благодаря которой мне удалось совершить вот две этих удивительных поездки. Одна из них была прошлогодняя, когда мы... автобус назывался Лоскутный путь. Да что вы! Да, и битком набить... Надо было Великий Лоскутный путь, да? Великий Лоскутный путь, да. И вот мы оказались в результате в Леоне, а там висели две мои работы. Ткачей, Леон. Да, ну, скорее Шелковых, Ткачей, но, в общем, все равно. Леон потрясающая красота и город. Да и вообще мы проехали треть Европы. Замки старинные французские. О, Боже мой, это было все совершенно замечательно. Вот. И должна сказать, что вот как раз в Леоне, на российском разделе выставки, висели две мои работы, вы потом Татьяна Александровна их покажете. Вот. Но это было достаточно трудно, потому что автобусная поездка вообще трудна. Это физически трудно, да. Это физически тяжелое дело. Вот. А потом ассоциация стала готовить и очень долго и тщательно готовила вот это первое путешествие россиян в Канаду. Эта подготовка шла, в общем, полтора года. И в ней участвовало 28 российских мастеров. Среди нас был только один единственный мужчина. Но все равно это радует. Мужчины, оказывается, тоже с удовольствием занимаются лоскутным шитьем. Помощником и фотографом. А давайте фамилию назовем. Воронин, да. Воронин, а как зовут? Андрюш. Андрей Воронин. Вот. Ой, они говорили, не перепутал ли я. Вот. Но я хочу сказать, что меня, конечно, совершенно поразила эта поездка. Но она была трудная, потому что это таможня, во-первых. Потому что у нас было 28 российских женщин, из которых только 8 были москвичками. А все остальное-то люди были со всей России. Они были так талантливы. Они... Столько находок, секретов, да? Столько находок мы привезли. Это, значит, юг Канады. Там есть такой городок Лондон. И в 40 километрах от него маленькое местечко на тысячу жителей. Называется Элса Крейг. В котором есть магазин все для печер. Подождите. В городочке тысяча жителей. Вы говорили, что выставку посетили 10 тысяч человек. Именно. Вы себе не можете представить, Татьяна Александровна, на эту выставку приходили автобус за автобусом. Ехали инвалиды в колясках. Ехали дети. Есть фотография, где рядом со мной стоят два человека, которые ехали 16 часов для того, чтобы попасть на наш фестиваль. Потрясающе. Потрясающе. Я уже не говорю о том, что просто вот это было бесконечное число людей. И, конечно, нам досталось крепко, потому что они не знали русского языка, мы не знали английского. Но как-то мы прекрасно... Но вы находили свой текстильный язык, да? Мы прекрасно общались. Со слова beautiful я в жизни своей, наверное, столько раз не услышу никогда. И, кроме всего прочего, вы, знаете, должна сказать, что у меня какое-то очень нежное чувство переполняет при воспоминаниях об этом фестивале. Потому что мало того, что отношение к нам было совершенно потрясающее. Там, допустим, был... Наталья Александровна, вы показали новое лицо России. Дело в том, что нас привыкли видеть там примитивно устроенными. А все вы, вот такие поездки, они обогащают человеческий опыт, прежде всего. Вы знаете, какая там была надпись? Какая? Welcome, Russian. Бог любит вас. Можете себе представить? Вот так вот звучало обращение к нам. Ну, конечно, все это было красиво, все это было необыкновенно. Но 140 работ. Нам нужно было все самим выгладить, организовать прекрасный каталог, повесить, дежурить. Мы работали с 9 утра до 9 вечера 5 дней подряд. Это очень тяжело. И народу было безумно. То есть, вы знаете, даже было немножечко порой печально. Так хорошо, что порой печально. Что это все заканчивается, да? Во-первых, что это заканчивается, а во-вторых, то, что такой выставки не было в России. Понимаете? Ну, я думаю, что все впереди. Я очень на это надеюсь. Я надеюсь, может быть, на помощь московского правительства. Я не знаю, кто вообще должен помочь для того, чтобы то, что является истинно народным творчеством, превосходным. То есть, если бы, допустим, какой-нибудь культурный представитель московского правительства видел, какими аплодисментами, стоя, зал приветствовал наше дефиле... Я сейчас расплачусь, Наталья Александровна. Это стоит того. Просто можно было рыдать. А не стоя 15 минут аплодировали работам русских мастеров. Однажды в Манеже, наша большая площадка, была выставка, называлась «Французское лоскутное одеяло». Да. И мы, лоскутные мастера, бригады, подошли и спросили просто вот, скажите нам на ушко, сколько будет стоить, чтобы российским мастерам показать все, что мы умеем? Нам сказали сумму, я вот сейчас расплачусь, да? Вот. Для мастера очень важно, чтобы его работа была достойно экспонирована не где-нибудь в подвальном помещении, а в красивом зале. Вот Ассоциация мастеров лоскутного шитья однажды устроила нам большой праздник, организовав выставку в галерее Зураба Церетерия. Да, это действительно. Я, когда увидела свои костюмы под стеклянным колбаком, витами, чувствовала сразу себя окрыленным. И точно так же, как мастера из Петербурга, с Урала, из Сибири, из Костромы, Вологды и Архангельска, они видели свои работы достойно экспонированными. И это стимул для работы. И потом это так поднимает чувство самосознания. Конечно. И собственный, в общем, талант. Талант. А вы посмотрите из Архангельска, какую красоту привезли вот эти наши из ассоциации Лариса и Римма Быбина. Это такая красота. Ольга Жаринова, это вообще просто сказка, что она делает замечательно. А вы знаете, иногда для того, чтобы сделать лоскутную работу, нужно еще книжечку прочитать. Обязательно. Потому что один из фестивалей был посвящен Льву Николаевичу Толстому и его творчеству. И проходил он в Ясной Поляне. Фестиваль назывался «Пестрые поляны». И работа должна была каким-то образом отражать либо произведение Льва Николаевича Толстого, или как-то быть связано именно с толстовской тематикой. Мне пришлось, чтобы не делать Анну Каренину в 101 раз, потому что все вдруг бросились делать Аля Каренина. И нужно было найти такой рассказ или повесть в творчестве Толстого, который был бы не слишком известен. Найти какую-то нотку. А ведь это нужно сесть. И я вдруг, прошло 20 лет после окончания школы, открыла первый раз Льва Николаевича Толстого, и я полюбила его заново. То есть это для меня было вот такое вот... Открытие. Открытие Толстого, конечно. Хорошо, если бы таких открытий было как можно больше. И поэтому те зрительницы, которые нас сейчас смотрят, а мы уже говорили и зрители тоже, потому что мужчины тоже с любовью работают с лоскутом. Очень интересно. И в чем прелесть лоскутного шитья? Все под руками. Материал всегда, какие-то кусочки, обрезочки находятся в любом доме, независимо от его статуса, от его достатка. И, кстати, в Германии лоскутным шитьем занимаются очень богатые фрау. Почему? Электричество, материалы, хобби индустрия, она отнимает очень много денег, в общем-то. А стоимость машинок? А стоимость машинок, да. Но наших зрительниц, пусть это не пугает, пока все под руками. Самое главное, что это должно быть с вашей стороны любопытство, интерес, чтобы руки зачесались. Правда, Наталья Александровна? И самое главное, что нет ограничения в возрасте. От 7 до 70 и больше, и старше. Скажите еще, пожалуйста, повторите. И больше. Почему? Потому что творческий человек не имеет возраста. Согласна, Наталья Александровна? Я согласна. Я надеюсь, что через год, я надеюсь, у меня будет выставка, посвященная моему 70-летию. Я надеюсь, что слова и больше в прямой относятся ко мне. Конечно. Дело в том, что трудно поверить, что наша гостья – женщина мудрого возраста, такая красивая, такая нарядная. Ее комплект, который вы видите сейчас, создан собственными руками. Украшения, вот вы не поверите, сделаны из обычных ниток. То есть, вот отходы, можно сказать. А в комплексе, мы сейчас покажем низ удивительного пончика, в котором пришла наша гостья. Это аппликация, да? Расскажите немножко, Наталья Александровна. Дело в том, что этот костюм, и юбка, и край понча – это аппликация. Сейчас, секунду. Вот так вот будет красиво. Но очень глухой верх, глухой по цвету, он не позволяет показать всю красоту этого изделия. И тогда я совершенно в тон, вот посмотрите, совершенно в тон вот этой отделки, я шью бусы, да еще и делаю серьги. Да еще серьги эти разного цвета, как вы понимаете. Ну, это уже авангард. Ну, это уже авангард, да. Вот, и вы знаете, это производит совершенно неизгладимое впечатление. Потрясающе. Даже больше того, я скажу, я вообще по жизни своей, ну, мне нравится, когда человек красиво шьет. Вот тут не так давно в Москве была выставка, посвященная «Шанель». Вот, и мне из московского там правительства дали пригласительный билет, но в Пушкинский музей на открытие. Но я понимала, что, ну, во-первых, я была без мужчины. Во-вторых, я не очень люблю ходить одна, а тут так получилось. Но я так люблю «Шанель», я ее просто обожаю. И увидеть маленькое черное платье от «Шанель» для меня было полным счастьем. Короче, я делала там какую-то колу, вещь, и потом вот Татьяна Александровна остановится на моих бусах, я обмотала шею бусами. На следующий день меня телефон разрывался. Наталья, это ты была в Пушкинском музее на открытии выставки «Шанель». То есть телевидение захватило самую яркую женщину, да? Телевидение захватило мои бусы целиком, вы понимаете? И я прошла по всем каналам, мне даже из Германии позвонили. Наталья Александровна, можете себе представить, мы видели вас на открытии выставки «Шанель». Замечательно. Дело в том, что творческий человек, он виден, как мы видим, издалека. Издалека, да. И самая, в общем-то, простая вещь, может прозвучать авангардно. Дело в том, что вот когда вы сказали, что у вас сережки разного цвета, это очень хорошее упражнение для преодоления стеснительности. И японские психологи рекомендуют для того, чтобы... Вот они лечат заикание и патологическую стеснительность, предложив человеку надеть, например, на ноги разные туфли по цвету, да? Если ты сможешь выйти на улицу, чувствовать себя комфортно, спокойно, то есть надо расслабиться, да? И вот эти нюансы, они, в общем-то, создают, во-первых, образ смелой женщины, уверенной в себе. И то, что Наталья Александровна любит «Шанель», любимую мной, да? Она говорила «модно всё, что сегодня ношу я». Я думаю, что вы с уверенностью можете повторить её слова, потому что вы создаёте, мне кажется, собственную моду. Вот расскажите о своих бусах замечательных. Мы сейчас просто полюбуемся этой россыпью. Мы специально положили большим таким нечесть алмазов в каменных пещерах, да? Я всё-таки с самого начала должна выразить свою благодарность, признательность за то, что вот идея всё-таки пришла ко мне как бы со стороны. Я на выставке под стеклом, вот как вот Наталья Александровна говорит, я под стеклом увидела скромно, под стеклом, ведь это же немножечко сложно, я увидела очень интересные какие-то бусы, я прошла сначала мимо, вот, потом я вдруг увидела, что на одной крупной бусине какой-то чуть ли не из драпа сшитой вышла божья коровка, и эта божья коровка, она приковала моё внимание. Вот, потом я познакомилась с автором этих бус, с Ниной Гончаровой, я думаю, те, кто смотрит этот канал, знакомы с ней. Вот, она удивительна, красоты, таланты, женщина потрясающая совершенно. Но, как понимаете, моя техническая сущность, она не позволила мне воспользоваться вот той технологией, которую предложила Нина, потому что я, если можно сделать что-то путём коротким и с меньшими затратами труда, вот тут как раз появляется. А хотите, я предысторию расскажу? Конечно. Я веду занятие в текстильной студии, Ниночка была, студийцем, да, она занималась в нашей студии, и первая фраза, с которой я начинаю все свои занятия, говорю, девочки, мусора не бывает. Вот то, что остаётся после работы, и кто-то смахивает в мусорную корзину, может стать материалом для творчества. Вот, например, мы делали бахрому, и у нас остались нитки. Да, да, да. Кто, у кого рука поднимется, бросите там в мусорную корзинку. Я говорю, если скатать и простегать, да, то это может быть, можно там попробовать с клеем, можно ещё как-то найти применение вот этому маленькому комочку, а вот действительно меланже, вот эти переходы цвета в цвет, вот ситцевые нитки, да. И самое главное, я сказала и забыла, а на следующее занятие Нина Борисовна Гончарова принесла готовые бусы. То есть она фразу закончила и поставила точку. Поставила точку, да. Мы были в таком творческом восторге от того, что действительно мусора не бывает, и действительно самое лучшее – это фантазия плюс навыки. Ну да, конечно. Вот, и у Натальи Александровны свой авторский почерк. А у меня вот получилось уже совершенно по-другому. Я совершенно иначе всё это делаю внутри. Я даю мастер-классы, и это действительно мастер-классы, и Франция, и Канада, и уж в России, там в нашем соцвете в Меодино-Волочаевской. Конечно, должна сказать, что у меня немного учениц, которым я поставила бы отличную оценку. А это буквально считанные, да. Потому что у кого-то начинают болеть руки, кому-то становится скучно, а кто-то говорит, а не проще ли купить у Натальи Александровны, правда, да? Ну, тоже хорошая поиск, да. Ну, тоже, кстати, хорошая мысль. Тут недавно я перед Новым годом делала такие бусы, которые украшали текстильную новогоднюю ёлку, которая в Зеленограде была организована. Это всё было очень интересно. Но вот, вы знаете, должна сказать любопытную такую вещь. Мне очень, очень часто, я просто поэтому и как бы сама себя цитирую, мне задают вопрос. Наталья Александровна, сколько же у вас одежды? Я говорю, у меня. У меня две маечки, юбка и брюки. А всё остальное это бусы. Дополнение. Это, этого дополнения, боже мой, к любому настроению. Вот так же, как я обожаю духи, я так же люблю вот это. Кто-то предпочитает бриллианты и говорит, что девушки предпочитают, да? Нет, бриллианты я отдала дочери, она их действительно обожает. А мне нужно вот это. Вы знаете, чтобы скрутить одну такую бусинку, нужно очень много тепла, своих собственных рук отдать этому маленькому комочку ниток, да? Точно. И, в общем-то, давайте секрет откроем. Сделаны они из обычных ниток? Из обычных ниток, даже не совсем обычных ниток. Лучше, если они сделаны из ситца. Потому что ситцевая нитка, отделённая, или там, допустим, какой-то другого хлопка, отделённая от ткани, она является как бы такой бесконечной пружинкой. То есть у неё очень хорошие схватывающие свойства с поверхностью. Потому что если ты начинаешь шить и шёлк, всё же это сваливается, скатывается. А я же практически их не шью, эти бусы. Я вот изготовив такой шарик, я его сверху вышиваю, расшиваю. Ну да, подстёжка такая. Такая подстёжка. Причём я использую обычную, очень хорошего качества металлизированные нити. Чтобы она не рвалась во время работы. Чтобы она не рвалась во время работы. Кроме всего прочего, она даёт очень такой, допустим, я никогда не использую яркое, там, грубое золото. Либо серебро, либо вот, типа, что-то модель, модель голд 3, да. Вот, только декоративный крепящий эффект. Вот, я довольна и получила похвалу, там, от Нины, там, Гончаровой, да. Я научилась, придумала и научилась делать серьги. Ещё серёжки в комплект, да? Добавив швензы, мы, в принципе, можем этот шарик превратить. Да, добавив швензы, мы можем шарик превратить в замечательные совершенно серьги. А кроме всего прочего, современные, допустим, резиночки такие, вот, тянущиеся, позволяют сделать прекрасный браслет. И вы знаете, то есть вы практически летом, ну, вынимаете всё это, знаете, как волшебник без обмана, да? Достаёте из сумки, а если ещё и сделать к этому шляпу, как этому... Вы знаете, комплект, который у нас представлен на манекене, это вещь на все времена. Мне кажется, у этой вещи не может быть вот сегодня и только, да? Потому что здесь её можно одеть, ну, в любое время года и в любое время века, да? Да, ну, скажем так, да, и для любой цели. Вы для своей одежды даёте какое-то название? Вот пока ещё нет, но это идея. Ну, мне кажется, вот этот комплект, который у нас представлен, вот, золотая осень. Какая-то вот, я не знаю, листва под ногами, золото, которое вот, да, и шуршит, и даже чувствуются запахи. Настолько здесь вот очень тонко всё схвачено по колориту. А вы, прежде чем начать работать, кусочки раскладываете, что вот должно, чтобы они вместе соединились? Что должно произойти? Вы говорите об одежде, да? Об одежде. Об одежде. Ну, вот тут, конечно, это долгое, я бы сказала, колдовство. Вот, потому что... Так, просто я работаю волшебником, как говорит Наталья Александровна, да? Вот, кстати, вот в таком уж, добавить к вашему предложению, мне бы хотелось тогда такую фразу, поскольку очень многие из этих тканей мне, мной были куплены или получены в качестве подарка в Канаде. Я бы даже называла, что это осень в Канаде. Ой, замечательно. Дело в том, что когда мы грустим, скучаем, надев бусы оранжевого цвета, мы создаём себе оранжевое настроение. Совершенно точно. Если у нас сегодня ощущение, я хочу быть серой мышкой, серая мышка тоже должна быть красивая, да? И поэтому вот это такое обилие аксессуаров, во-первых, из ничего. Вот современная женщина из ничего сделала нечто и позволила себе расцвести, независимо от возраста. Я хочу, когда вы рассказывали о Канаде, подчеркнуть один момент. Приезжали инвалиды, чтобы посмотреть на лоскутные работы. Это идеальная социальная реабилитация и профориентация инвалидов. Человек, у которого безграничные творческие возможности, он может конкурировать с любым здоровым человеком, вот как раз реализуя свои творческие способности. И люди, чувствуя вкус к творчеству, они приобретают очень зрелую психологическую защиту. Если бы сидел психолог, он так бы откомментировал. У нас есть незрелые типы защиты. Когда у нас есть проблемы, мы гневаемся, мы злимся. Нам хочется либо стукнуть кого-то, да? Либо сказать ругательное слово. Это незрелая защита. А вот юмор, творчество, создание ярких образов в любом виде искусства, это как раз то, что позволяет нам выжить. Это таблетка от страхов и тревог. И я думаю, что она нужна любому человеку, независимо от возраста, пола, социального положения. Можно продлевать дальше, да? Конечно. Александра, мы сейчас посмотрим еще несколько ваших работ замечательных. Может быть, там будут как раз те, которые были в Канаде. Вот сейчас будут слайды, и мы как раз увидим красоту лоскутную. Просто я должна сказать, что бывает достаточно часто, что я веду мастер-классы, в частности, и для детей тоже. О, это такая забавная работа, это полтора года, ну, в предыдущем летом. Помните, был ужасный дождливый июль. Шел дождь, 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 бесконечный совершенно. И мне так захотелось солнца, и я так без него страдаю обычно, что я вот нашла эту тряпочку, такую безумно солнечную. Солнечную, да. И вот видите, между... Ну, вы же понимаете, что это не просто нашитые диагональные полосы, что здесь техника существенно сложнее. Вот. Но, однако, вот эти вот серые потоки, как бы, дождя, которые между ними струятся, это вот тот самый июльский дождь, а это проблески солнца, которые позволили мне выжиться. Супер, очень здорово. А это? А эта работа очень смешная. Однажды ко мне в мой деревенский дом приехала подруга в таком стареньком халатике. Я на неё глянула и сказала, надежда. Она сказала, только когда я уеду. Ну, вы понимаете, что... В сафари слоных, да? Да, 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 да. Ой, потрясающая работа. А эту работу мне... Это, ну, техника, как понимаете, или можно русский квадрат, можно ананас. Мне пришлось её снимать у своих знакомых с уровня второго этажа. Такая она огромная. Вот. Но она очень интересная. И там использована, кстати, в качестве вставок несколько вариантов французской ткани. Она очень такая эффектная работа. Очень интересная. Ну, это понятно. Очень солнечная. Не совсем. Должна прокомментировать. Это вот, когда вы потом покажете мою французскую выставочную работу. Вот вы... Эту работу я шила на заказ для... Для детской, наверное. Для врача. Ах, вот. Заведующего отделением косметологическим. Очень интересного человека, который бесконечно любит воду и рыб. И вот пришлось мне ему шить такую работу. У него в отделении стоят аквариумы, чтобы его пациентам было приятно. И вот теперь так. А самое интересное, вот если приглядеться внимательно, то все вот эти вот крупные рыбы, они сшиты из одной ткани. Это я просто в рисуночке увидела, что вот такие рыбы возможны. А с правой стороны, маленькая такая стайка мелких рыбок, это все из обыкновенной мужской ковбойщики. Ну хорошо, все идет в ход, да? Да, да. Но вот эти вот работы, это уже совсем другое. Это работа конкурсная. Они пришли ко мне через конкурс чудесных мгновений. Это музыкальное что-то, да? Музыкальное, да, это музыкальное, конечно. Но опять рыба и вода. Опять рыба и вода. Но здесь, вы знаете, дело все в том, что мы с мужем оба большие любители джаза. И хоть там это был блюзен ритм, да, это по-другому чуть. Но, во-первых, у меня всегда по жизни, вот мы немножечко с вами говорили о том, что мне необходимо для того, чтобы решить какую-то конкурсную работу, все равно какая-то философская идея. Меня всегда тревожила тема, вот как так получается, что на фоне всеобщего благополучия и благоденствия обязательно найдется кто-то, кто плачет, кому плохо. А содержание вот этого гершвинского блюза, summer time, если вы помните, да, там, там, и лето, прекрасная погода, и рыба играет, и хлопок высок, и отец твой богат, и мать твоя прелестная женщина. Ну, отчего ты плачешь, малыш, перестань плакать. Вот так переводится тема этого блюза. Замечательно. Ну, надо же, обычные лоскутики ткани. Обычные лоскутики. А сколько там поэзии, сколько там музыки. И самое главное, тепла человеческой души. Спасибо. Когда-то Петра Ильича Чайковского спросили, значит, он говорил, что труд, труд, еще раз труд. Вдохновение приходит во время труда, оно рождается во время труда. И что неталантливых людей нет. Он ответил, что гораздо меньше, чем принято об этом думать. И чтобы пришло вдохновение, нужно начать работать, нужно начать трудиться. Вот уж кто прав, это Талстой. Да, да. И самое главное, мы вернемся еще раз к этой теме. Нет ограничений возрастных, нет социальных, там, я не знаю, половых, каких угодно. Точно. Правда, Наталья Александровна? Конечно, абсолютно согласна. Но то, что если вспомнить яркие примеры великих наших художников, например, Василия Кандинского, он начал заниматься живописью в 33 года. Его первые работы, это вот, да, четвертый десяток, юрист, у которого хорошая практика, у которого, в общем-то, есть специальность. Он вдруг понимает, что... Полная устроенность. Полная устроенность. Он начинает новую художественную жизнь и вписывает свою яркую страницу в историю живописи. И самое главное, что он тоже пытался совместить в себе музыканта, он играл на фортепиано, на виолончели, замечательного живописца и грамотного человека. Тогда интеллект, он, в общем-то, с пеленок воспитывался. Я думаю, что наши мамочки пусть дают возможность ребенку проявить не только как экономисту и бизнесмену, а подсовывать ему карандаш, чтобы он пробовал себя в самых разных видах творчества. Там, там, цветную глину, а иногда кусочки ткани. Правда, Наталья Александровна? Конечно. Бесспорно. Особенно, когда речь идет о девочках. А вы знаете, и мальчики тоже. Бусы делают мальчики? Мальчики тоже делают бусы, делают бусы, им это нравится. То есть вы проводили мастер-классы, и у вас был такой опыт? Да. И у меня есть опыт, что в мастер-классе, допустим, четыре девочки, но присутствуют два мальчика. Потрясающе. Да, это очень интересно. Наталья Александровна, вы когда задумываете работу, вы представляете, какого она будет размера? Вот у нас в студии есть замечательное... Давайте мы вот эту вот работу покажем и расскажем немножечко о ней. Возьмите вот за кончик. Вот так, да? Это, я так вспоминаю, надвратный крест. Да, это в Санкт-Петербурге, по-моему, Владимирской церкви. В виде мозаики. Да. Но мозаики меня просто вообще очень увлекают. Вот началось это вообще увлечение еще с Туниса, с музея Бордо. Вот. Но поскольку я не люблю клея, мне обязательно надо сшить так, чтобы на работе, чтобы нигде не было клея. Это работа маленькая. А у вас есть, мы сейчас еще несколько слайдов увидим, и большие такие работы. Какие вам интересней? Формат какой? Вот сейчас, пожалуй, как-то комфортно мне работать, ну, приблизительно, там, допустим, метр на полтора, вот так вот. То есть средний такой размер, да? Средний, да, да. Хотя я могу сшить большую работу, я могу сшить огромную работу, но она как-то... У нее получается один выплеск выставочный, и все. А вот работа, которую я так понимаю, собирается показывать, висит у меня дома, и просто всегда у меня поправляет плохое настроение. Это хорошо, когда свой собственный продукт, своего творчества, да, еще оказывается хорошим лекарством. Дело в том, что в формате выставки, конечно, нужна какая-нибудь большая, объемная работа. Вот, кстати, у нас работа, посвященная Габриэль Шанель, да? Да. И эта работа срисована откуда-то, или это ваша фантазия? Вот послушайте, если можно чуть-чуть отвлечься, я вам расскажу чуть-чуть об этой работе. У нас осталось совсем немного. Совсем немного, но все равно чуть-чуть. Дело все в том, что этот конкурс назывался «Цветущие мечты». Я для самой себя считала, что «Цветущие мечты» – это мне тема не по возрасту. Ну, так уж сложилась жизнь, да? Но, однако, когда я узнала, что на самом деле перевод возможен как «Цветные сны», как «Color dreams», я вдруг поняла, что почему же не «Цветные сны». «Цветные сны» – это то, что по мне. И тут я вспомнила вот эту крошечную работку, черно-белую графику, которую я еще совсем, будучи молодой, видела в энциклопедии моды, когда речь шла о Шанель. Журнал «Бонтон», по-моему, такой. У меня тоже был такой журнал. В газете «Бонтон» вот там вот была эта крошечная такая вот работка. Ну, вы можете себе представить, что такую вот зарисовочку превратить, да, вот это, вот. А кроме всего прочего, я люблю духи. И вы знаете, это было такое мощное сочетание цвета и вот этой фигуры. И очень много было смешного, потому что, когда мне говорили, да, мужик хорош, но вот смотри-ка, все-таки без головы, а все говорили, нет, этому мужику голова совершенно ни к чему. Дело в том, что у нас осталось буквально несколько секунд, и мне хочется, чтобы вы нашим зрителям подарили что-нибудь, какое-нибудь хорошее пожелание. Во-первых, и в главных. Никогда не поздно. То есть просто еще не пришло время. Ищите время, когда вы сможете себя реализовать. Где угодно. Я научила бусам десятки людей. И все довольны, и все рады. Я очень с многими людьми общаюсь в клубе. Это все люди часто немолодые, бесконечно увлеченные. Кроме всего прочего, меня очень радует появившаяся склонность к вот этим мощным женским сообществам. Потому что вот уже где талант выплескивается. У нас есть замечательная, да, фотография нашего коллектива большого, лоскутного. Да, да, да. Это просто вот квинтэссенция творчества. Точно, точно, точно. Какие лица, какие работы. Я думаю, что, в общем-то, глядя на них, трудно узнать, допустим, центральную работу. Это Лилиана Александровна Савцова, 74 года. Да, конечно. Такая молодая, авангардная, потрясающая работа. И обращаясь к нашим зрителям, мне хочется сказать, что Станиславский говорил, талант – это душа. Не позволяйте своей душе лениться. Точно. Удачи вам в творчестве. Дерзайте. Всего вам доброго. До новых встреч. До новых встреч.